Не бойтесь, меня не коротнуло. Просто мы находимся на съемках нового видеоклипа Ирины Аллегровой и певицы Славы, где энергия, как вы понимаете, бьет ключом. Самые интересные моменты за кулиси, шокирующие кадры, ну и, конечно же, невероятное интервью вы увидите в нашей программе. Сегодня в программе. Ирина Аллегрова готовится передать титул императрицы отечественного шоу-бизнеса «Певица Славе». Сколько хочет заработать Дробыш на женском дуэте? И почему они доверили свое совместное видео Гоши Таидзе? Все это в новом выпуске программы «Отдел кадров». Мне было удивительно узнать, что 10 лет назад свой первый видеоклип Слава снимала именно в этом здании. Особняк золотопромышленника Стахеева находится в центре Москвы. И, честно говоря, с первого взгляда довольно-таки неприметен из своего расположения и фасада, выполненного в серо-коричневых тонах. Может, он просто посидел от старости? Ведь стоит-то с 19 века. Ну а сейчас это милое здание принадлежит РЖД. И теперь вместо баллов и торжественных приемов здесь проходят елки для детей-железнодорожников. Мрачно и немного веет мистика от этих стен. Да уж, не зря здесь постоянно гадалки пропадают. Ну а на самом деле кинематографы и продвинутые клипмейкеры давно облюбовали эту площадку. Здесь снимали много разных телепередач и фильмов. 17 мгновений весны, «Адмирал» и даже «Битва экстрасенсов» видели эти стены. А теперь здесь тусуемся мы. Кстати, арендовать зал или даже полностью особняк не составит больших трудностей для любого желающего. Стоит, правда, это удовольствие от 30 тысяч рублей. Вот так. Вообще, арендодатели достаточно трепетно относятся к благосостоянию особняка. Стены и полы застилают пленкой специальной. Еще бы! Ведь никто не захочет платить штрафы за порчие имущества. А штрафы большие. Ну, например, если вы поцарапаете резную дверь, то разориться вам придется, ну, например, тысяч на 20. Интерьеры этого шикарного особняка до сих пор являются примером прикладного искусства. Где бы сейчас взять таких мастеров? Греческие сфинксы и отделка из лепнина, хочу я вам сказать, дорогие друзья, сохранились ничуть не хуже славы. Ну, конечно, не 33. Но согласитесь, не каждая ведь женщина, имеющая двоих детей, может похвастаться идеальными формами. Секрет ее фигуры заключается в том, что на концертах слава выкладывается по полной программе, не уступая своим танцорам. А когда концертов нет, идет в клуб и танцует там так, что сжигает все лишние калории грамма. В спортзал не ходит, потому что лень. Хотя и абонемент есть. Эх, везет же некоторым. Круто! Давай посмотрим. Съемочный процесс – дело тонкое. Один план могут снимать несколько часов. И, признаюсь честно, результат, конечно, стоит того. Расскажи о том, как появилась идея создать совместный дуэт с Ириной Аллегровой. Ну, это была не идея, это была мечта всей моей жизни. Ты не сходи с пути, иди к любви своей. Виктор Яковлевич Дробыш написал музыку и сказал, слушай, я написал шикарный женский дуэт. Первая любовь, любовь последняя. Где-то в прессе меня назвали королем дуэтов. Валерия, Слава, Стас Пьеха, Григорий Лепс, Ирина Аллегрова, Авраам Руссо, Арбакайте. Все эти артисты могут похвастаться хитами от дяди Вити. И он говорит, я знаю, что мечтаешь петь с Ириной Аллегровой, и я позвонила, спросила, и она одобрила и согласилась. Я осталась здесь тоже. И, конечно же, я начала дальше писать слова. Это было очень ответственно, мы полгода не могли написать слова, потом все-таки сели с Вити и написали. Мы эту песню долго-долго сочиняли, потому что мне не хотелось никаких проходных фраз, не хотелось бестолковых припевов, мне хотелось историю, которая понравится всем женщинам. И получилось очень круто. Твой первый опыт автора? Нет, у меня уже практически с одиночеством все песни мои. Ну, вместе с Витей мы пишем, да, творим. Он мне дал добро. «Одиночество, сволочь» и пошло. Одиночество, сволочь. Одиночество, скука. Я не чувствую сердца. Я не чувствую руку. В чем идея клипа, расскажи. Идея в том, что такие воинствующие женщины, которые очень много пережили боли, расставания, потерь. Любовь, как боль, как дыхание, расставание. Такая трагическая история, и он показывает и силу, и слабость. Я там буду с мечом, ну ищу, как джедай. А ты тренировалась до этого, как там с мечом обращаешься? Нет, я же талантлива во всем. Мне только что дай в руки, и сразу все оживет. Так, постоите две секунды, пообнимаете и забеременеете. Почему именно Гоша стал режиссером сегодняшнего видео? А потому что Гоша молодец, и я с ним никогда не работала, и захотела поработать очень. Ой, ой, снимаем? Снимаем, Георгий. Снимаем перед вами и перед вашим талантом шляпу. Ведь за свою творческую деятельность молодой клипмейкер Гоша Таидзе успел поработать со многими звездами российского шоу-бизнеса. Чем и заработала репутация одного из ведущих режиссеров нашей страны. Откуда ты берешь свои эти сумасшедшие абсолютно идеи? Из жизни. Ну, грубо говоря, из автобуса, из метро, из пробки на Садовом кольце, из книг, из песен. Как, например? Как в этом случае, да. Именно так и произошло. Из кино, из чужих видеокликов. Ну, вы понимаете все, да? Ну, хорошо. Десять часов съемок без перерыва, и Слава покидает съемочную площадку. Говорит, кушать захотелось. Мы с ней не прощаемся, а наоборот, очень ждем. Обещает она вернуться с сюрпризом для Аллегровы, который, кстати, вот-вот появится на съемочной площадке. Далее в программе. Чем бы дитя не тешилась, лишь бы не плакала. Виктор Дробыш осуществил детскую мечту певицы Славы. Ирина Аллегрова признала Анастасию Слоневскую своей молодой копией. Баба. Что объединило два поколения женщин в одном видеоклипе. Как в голове вашей родилась идея объединить угонщицу Аллегрова и попутчицу Славу? Угнала тебя, угнала. Ну и что же тут криминального? Просто попутчица и ты об этом знаешь. Восемь лет не мог объединить двух людей на песню «Я тебе не верю». А потом я пришел к выводу, что Аллегрова и Лепс – это будут два самых лучших человека. И теперь я, в принципе, знаю, кто такая Аллегрова. Время разорвать, сжечь страницы. Где про нас с тобой, где сумела? Стать твоей тоской беспредела. Я считаю, Аллегрова – это одна из самых великих певиц в нашей стране в настоящее время. И я считаю, что Слава – это одна из самых подающих надежды. Вот одна из самых тех, кто может приблизиться к великим. Признаюсь честно, в день съемок меня ничто так не пугало, как приближающаяся встреча с Ириной Аллегровой. Несмотря на многократные прощания и громкие «Я ухожу», все остаются на своих местах. Зрители в зале, Аллегрова на сцене. И поклонники счастливы, и Ирина Александровна довольна. Променяв уютную квартиру в Майами, она перебралась в город миллионеров, где теперь и отдыхает на берегу итальянского форта Деймарми на своей шикарной вилле. Ну вот, кажется, подкашиваются ноги. На горизонте появилась она – императрица 90-х. Нет, ну а вы думаете, я что, просто так волнуюсь? Все нормально, поверь, за тобой закрою дверь. Все нормально, поверь, нормально. Директор Аллегровой по очереди, как на экзамен запускает журналистов к артистке. Требования очень жестокие. Задать можно не больше четырех, ну, пяти вопросов. Про личную жизнь говорить вообще нельзя. Но тут я, вы знаете, все-таки решилась. И решила потревожить ее личное пространство. Сокол, сокол, я вонечка. Вкусно? Так, вперед. Окей. Ирина Александровна, что вы испытали, когда позвонил Дробыш, предложил записать дуэт со Славой? Ваши первые мысли? Я думаю, что он, если бы предложил кого-то другого, не сочтите это, не скромно то, что я скажу, я бы этого не сделала. Дело в том, что эта девочка мне всегда была близка вот своей такой легкой сумасшедшинкой, бешеной энергетикой. Где-то она очень правильная, где-то она очень неправильная. Она на меня очень похожа в чем-то лет 20 назад. Если она и бесстыжая, то она, я всегда говорю, надо отличать. Без вкусицу, а то, что делается со вкусом. Без стыжисть тоже бывает вкусная. Поэтому на грани фола, искренне. Сейчас, если бы я не камера, я бы сказала, с чем баба. Приближалась ночь, и в воздухе возрастало напряжение. Все сосредоточились вокруг Аллегровой. И даже, казалось бы, опытный Таидзе судорожно бегал по съемочной площадке, пытаясь угодить императрице российского шоу-бизнеса. Одевать и красить при всех, как при царе Горохе, госпожу наши не стали. Появляется Ирина Александровна готовая, с вечерним макияжем и платьем в пол. ПЕСНЯ Как настоящий профессионал, Аллегрова отстрелялась очень быстро. Ей понадобилось всего лишь пару дублей. Все провожают Ирину Александровну на гастроли. Знаю я, ты помнишь обо мне. Как понравилась я. Я потому что смотрела, мы все наблюдали за вашей реакцией. Ну как? Круто. Я все время ходил рядом со Славой и не знал, что она симпатичная бабенка-то на самом деле. А еще круто. Я увидел первую встречу на самом деле в жизни, как Слава встретилась с Аллегровой. Она купила ей цветы, на всякий случай всех цветов радуги, чтобы вдруг ей не понравиться. Я считаю, что сегодня очень важный день в нашей жизни. Для меня важный, потому что я сумел объединить двух великих, я считаю, талантливых людей. А для нее важно, что она встретила Ирину. А для Ирины вообще ничего больше не важно, потому что ей на все на самом деле. Съемки закончены. Для всех это был сложный и ответственный день, результаты которого вы увидите прямо сейчас.